Англосаксы историки дают это название германским племенам англофессаксов, которым примкнули июты. Эти племена, жившие между реками Эльбой и Рейном и на Ютландском полуострове, в середине V века, как и многие племена Северной Европы, скорее всего, в результате климатических изменений начали переселяться в Британию. Завоевание Британии Англосаксонское завоевание Британии являлось длительным и сложным процессом, продолжалось свыше 180 лет и закончилось, в основном, в начале V века. Война между бритами и англосаксами в V веке была борьбой между Римской империей и варварами, которые завоевывали ее. Однако в VI веке характер противостояния преобразовался в схватки между самостоятельными бритскими королевствами и такими же королевствами англосаксов. Появившимися вследствие распада по Стримской Британии на многочисленные удельные независимые государства, которых англосаксонские захватчики основали свои собственные королевства. В процессе завоевания англосаксы истребили большое количество кельтского населения. Часть кельтов была вытеснена из Британии на континент, а часть превращена в рабов и зависимых людей, обязанных платить завоевателям дань. Независимость отстояли только горные кельтские области на западе Британии и на севере, где продолжали существовать племенные объединения, превратившиеся впоследствии в самостоятельные кельтские княжества и королевства. Полную независимость от англосаксов сохранила и населенная кельта Нейрландия. Англия в конце V века оказалась поделена на три значительных варварских королевства – королевство англов, королевство саксов и кент, каждый из которых был основан вождями изначально возглавлявшими первопоселенцев или племена и утвердившими себя в качестве королей. Позже государства англов и саксов раздробились на более мелкие королевства. Англия-Цевиа и по IX века была поделена на семь основных королевств. Это были королевства южных саксов, суссекас, западных саксов, уэссекас, восточных саксов, эссекс, ютов, кент, восточных англов, восточная Англия, западных англов, Мерсия, северных англов, Нортумбрия. Существовало также несколько мелких королевств, как например Линси, Сурой и Хвиси. Тем не менее, они не играли какой-нибудь значимой роли. Эти королевства изначально соперничали и воевали между собой. Междоусобные войны велись еще до полного покорения бритов, например у западных саксов в землях, прилегающих к долине реки Саверн. Это позволило бритам закрепиться на некоторых землях и образовать там свои королевства, которые еще долго сопротивлялись завоевателям. На полуострове Корнуолили образовалось даже два бритских королевства – Думнони и Корнубия. На северо-западе образовались королевства Стратклуди Кумбрия, которые долго успешно боролись как с Нортумбрии, так и с пиктами. На севере, во улице и оттесненные сюда же бриты, хоть и были разделены на множество враждовавших между собой княжеств, также отстояли свою свободу. В север для саксов постоянную угрозу несли набеги скотов и пиктов с территории Альстера и современной Шотландии. Завоеватели, однако, часто пренебрегали существованием бритов и увлеченно выясняли отношения между собой. Взаимная борьба сопровождалась и различными союзами и объединениями. Члены королевских семейств и высшие знати вступали в перекрестные браки. Выравнивались культурные, языковые и правовые различия между королевствами. Со временем все жители этих королевств стали называться саксами или англами. А к восьмому веку уже стало широко употребляться название англы для всех жителей этих королевств. Их язык тоже стал называться англским. Одновременно с этим происходило распространение христианства среди завоевателей, а также становление и укрепление института королевской власти. Вначале не обязательно старший сын оследовал корону. Новым королем мог стать любой из сыновей покойного короля, а также его брат или племянник. Часто еще при своей жизни король назначал себе наследника. К X веку в основном закрепилось право старшего сына на престол. Высшим органом государственного управления в англосаксонских королевствах являлся Уэтиан Агемот, совет знати при короле. В него входили члены королевской семьи, епископы и элдормены, королевские тены. Основным органом местного управления являлся совет Шайра, возглавляемый вначале элдорменами, а позднее шерифами. Правитель королевства, добившийся господствующего положения на острове, получал титул Бритвальда. Этот титул не был номинальным. Он давал право на дань от отдельных королевств, право на крупные земельные пожалования. Короли должны были время от времени собираться при дворе правителя Британии, а во время войн оказывать ему вооруженную помощь. Англосаксонская хроника под 829 годом отмечает 8 правителей, которые были настолько могущественны, чтобы завоевать этот титул. Король Экберту из Секски в 825 году соединил большинство королевств Гептархии в одно королевство, которое получило имя Англии. Общественное устройство. После датского погрома 870-х годов Альфред Великий восстановил королевство на основаниях, сходных с германскими племенами, жившими на континенте. Во главе государства утверждался король вместо германского герцога, и исключительно сыновья и ближайшие родственники, которого образовали родовую знать. Королевы также пользовались значительными привилегиями. Король был окружен своими приближенными дружиной, из которой мало-помалу образовалось служило еленное дворянство. Дружина состояла из двух классов. Альдерманов, которым король раздавал придворные должности и ставил их во главе провинций, и остальных слуг, которые вместе с высшим классом носили общее имя тенов или танов и, обладая землями, были обязаны являться на войну. Обыкновенные свободные люди, между которыми последнее место занимали оставшиеся свободными бриты, назывались Керлы и в основном оставались в зависимости от изнатного человека, который назывался Хлофорд. Число несвободных было невелико. Все эти классы различались по своим правам и в особенности размером пени за их убийство. Последнее соизмерялось с принадлежностью лица к высшему и ленишему классам. Большие округа Широс или графства распадались на меньшие десятки, состоявшие из соединения десяти свободных глав семейства с круговой порукой перед судом в каждой десять десятков образовывали сотню. Над судом которой имел власть только суд графства, а во главе последнего суда стоял Альдерман. В важнейших случаях последний решал дело только с участием собрания мудрейших, то есть танов или представителей местных общин в соответствующем графстве. Это собрание созывалось каждые полгода вместо прежде созывавшихся общенародных собраний. Также и король созывал на подобное витине джмот или месел джмот епископов и знатных светских людей, одежда и руна англосаксов. Женщины носили длинные, просторные платья, которые застегивались на плечах большими пряжками. Были также обнаружены украшения, броши, ожерелья, булавки и браслеты. Мужчины обычно надевали короткие туники поверх облегающих брюк и теплые плащи, а англосаксы пользовались алфавитом, состоящим из 33 рун. С их помощью делали надписи на посуде, металлических украшениях и предметах из костей. С распространением христианства распространился и латинский алфавит. Некоторые рукописные книги сохранились до наших дней. Иногда мноскрипты украшали рисунками, свидетельствующими об образе жизни англосаксов распространения христианства. Папой Григорием I в Британию был послан С.В. Августин I архиепископ Кентерберийский, который в конце VI века проповедовал христианство Уитильберта, Кентского короля и мужа Берты, уже окрещенной прежде дочери Франкского короля. В 664 году на Синоде в Уитбе, собранном королем Освайном, было провозглашено единство Британской церкви с Римской. В 668 году Феодор Кентерберийский ввел везде богослужения по римскому чину и первым был возведен в достоинство примасы Англии. Ему подчинялись йоркские архиепископы 15 и других епископов, которые на соборах в присутствии короля и вельмуж до VIII века заложили основы управления Англосаксонской церковью без прямых указаний римского папы. Несмотря на попытки пап при каждом благоприятном обстоятельстве подчинить Англосаксонскую церковь своей власти, только в X веке С.В. Думстану удалось расширить влияние пап в Англии. Англосаксонское духовенство не менее ирландского отличалось образованностью и любовью к наукам. Больше всех прославился в этом отношении беда достопочтенной С.В. Бонифаций и многие другие англосаксонские и ирландские, называвшиеся тогда шотландскими, священники внесли большой вклад в распространение христианства в Германии. Церкви в Британии строились в основном из дерева, но иногда и из камня. Часть из них сохранилась до наших дней. Археологические находки В графстве Ставфордшир летом 2009 года был найден крупнейший в истории англосаксонский клад. Клад датируется приблизительно VII веком. В 1950 году в графстве Нартамберлинд близ реки Гленн с помощью аэрофотографического метода был обнаружен и раскопан значительный памятник англосаксонской деревянной архитектуры резиденции Каролейнартумбри и Веринг.